Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода и обратимся сейчас к 11 главе. 11 глава довольно короткая, по крайней мере, по сравнению со следующими главами. В ней содержится рассказ о последней десятой казни, сформулированный тем же, по-видимому, автором, которому принадлежат и предыдущие рассказы о египетских казнях. Дальше, в следующей 12 главе, мы увидим рассказ несколько другой, с известными повторами и распространениями сюжета. Здесь же этот рассказ построен приблизительно по той же самой схеме, что и предыдущие. И, скорее всего, как это нередко бывает в Торе, в том числе в книге Исхода, принадлежат эти рассказы разным авторам и происходят из разных источников, вернее, к разным традициям принадлежат, но составителями они были поставлены рядом друг с другом для того, чтобы не отвергнуть, не утратить эти самые рассказы, относящиеся к разным традициям. Кстати, довольно поучительная вещь, потому что, конечно, для современной культуры, для того, как делаются современные тексты уже довольно давно, подобного рода вещи кажутся недопустимыми. Повторы, тем более на близком расстоянии, для нас совершенно неорганичны. А вот для библейского автора и для боговдохновенных редакторов это как раз, наоборот, нормативный случай. Ну вот, и обратим также внимание на то, что почти везде, где мы видим подобного рода повторы, в частности, в пятикнижии, в общем, есть смысл предполагать подобного рода сосуществование парных рассказов. Теперь, собственно, рассказ одиннадцатой главы, как и предыдущая, состоит из того, что Бог говорит Моисею о очередной, следующей казни, после очередного отказа фараона отпустить народ Божий, и на этот раз это будет последний. И вот он поручает Моисею снова пойти к фараону, снова сказать, отпусти народ мой, предупредить о казнях, и тем не менее, вот дальше там фараон, как обычно, отказывается. Что, кстати, тоже довольно важно, потому что вот эта схема, парадигма соблюдается достаточно строго и четко. Однако есть и, конечно, некоторые отличия в этом рассказе. В частности, вот Господь говорит в самом начале главы Моисея «Еще одну казнь я наведу на фараона, после чего, после того он отпустит вас отсюда. И даже не просто отпустит, а с поспешностью будет гнать вас отсюда». Таким образом, речь идет о окончательном, последнем, так сказать, бедстве, ударе судьбы, которое уже фараон перенести не сможет и предпочтет избавиться от израильтян, несмотря на все выгоды или какие-то психологические соображения, по которым он этого не делал раньше. Но кроме этого, рассказчик здесь сообщает нам некоторую довольно странную деталь, ну не то чтобы прям странную, но малообъяснимую и не слишком в каком-то смысле важную в контексте вообще повествования. Потом об этом будет говорить и другой рассказчик в следующих главах. Речь идет о том, что Господь повелевает Моисею, так этот рассказ сформулирован. Заметьте, это важная очень оговорка. Итак, рассказ сформулирован так, что в нем Господь говорит Моисею, что Моисей должен внушить народу тайно, то есть втихаря, какими-то частными разговорами, как слухи распространяются, внушить народу тайно, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и золотых, и одежды. Речь, собственно, вот о том, что перед изгнанием из Египта, перед тем, как фараон отпустит и даже будет гнать народ Божий из Египта, им предлагается обобрать своих соседей египтян, ну или во всяком случае не евреев по смыслу рассказа. Обобрать в самом буквальном смысле. Они выпрашивают, как будто бы, как будто они собираются пойти в праздничных этих одеждах, увешанные золотыми и серебряными украшениями, пойти в пустыню, там совершить некоторое богослужение, жертву принести. Ну и, вероятно, выпрашивая, они говорят, ну мы когда вернемся, вернемся, вам все отдадим. При этом возвращаться они совершенно не собираются. Это, по крайней мере, Моисею это должно быть очевидно. Да, в общем, и всем остальным тоже, потому что за этим призывом уйти для богослужения в пустыню стоит собственное обетование Бога, вывести из египетского рабства, вывести из Египта. И вот дал Господь милость народу своему в глазах египтян, что эта фраза означает. Понимаете, египтяне давали то, что просят евреям, и Моисей был велик в земле египетской. Вдруг, вдруг Моисей был велик в земле египетской. Перед этим он доставал фараона своими просьбами. Фараон ему всякий раз отказывал и иной раз и выгонял, потому что надоело это все фараону. И вдруг здесь рассказчик говорит, Моисей был весьма велик в земле египетской. Ну, в общем, такая довольно сказочная деталь. И в глазах рабов фараона, в глазах всего народа Моисей был велик, и египтяне, поэтому, да, согласились, отдали золото и серебро. Получается, что Бог предлагает Моисею совершить то, что сам же он несколькими страницами дальше категорически запретит, потому что речь идет о форме кражи, изъятии, как это вот, чужой собственности без согласия владельцев, изъятием, причем, навсегда. Можно сказать, что речь идет о мошенничестве. Почему авторам и этому, автору этой главы и тем, кто вспоминает потом эту историю в следующих главах, почему это было важно и почему они не скрыли эту деталь, довольно некрасивую, прямо скажем. Вот это на самом деле очень интересный вопрос. Ну, конечно, при желании можно задаться также вопросом о том, было это исторически или не было, но у нас нет абсолютно никаких аргументов для того, чтобы этот вопрос обсуждать. Мы не знаем. Вот по некоторым причинам этот рассказ сохранился и в эпоху плена считался значимым, был важным, был записан. Притом еще тоже обратите внимание, что, конечно, Тора не идеализирует народ Божий, мягко говоря. И в основном дальше мы увидим повторяющийся, повторяющийся, повторяющийся ропот. Авторы и составители вовсе не имеют в виду бить себя пяткой в грудь и показывают, что народ богоносец самый шибкий на всем белом свете. Нет, нет, они очень трезвы в этом отношении, но вот все равно в эту картину не вписывается эта деталь. Может быть, еще гораздо более поучительной для современного читателя вот какой аспект. Мы не можем себе представить Бога, который побуждает людей к преступлению, побуждает людей обобрать своих соседей. это подло, это некрасиво, это нарушение прямой заповеди Божьей. Вот, если ты это сделаешь, ты будешь грешником. Вот, собираясь куда-нибудь уезжать далеко-далеко в эмиграцию, да, попросишь у соседа его банковскую карту. Ну и кто ты после этого? Ну, рассказы о подобного рода вещах. ничтожишь, сумняшися, приписывают подобного рода побуждения не людям, а Богу. И это особенность очень многих ветхозаветных фрагментов, ветхозаветных повествований, тех, которые так смущают современного читателя. там, там, где Бог говорит, пойди и открути головы всем жителям земли той, или там, где, то, что называют священные войны, там, где Бог говорит, иди, покарай, завоюй, там, сделай еще какие-нибудь насилия, что-нибудь ужасное, там, где израильтяне приписывают Богу повеление соблюдать заклятие, херем, не прикасаться к чему-нибудь, там. Ну, и вот здесь тоже. Еще раз повторю, для современного читателя, знакомого с Новым Заветом, это клевета на Бога. Для автора и составителя, и читателя древнего по крайней мере не клевета. Они не видят в этом ничего эдакого. Их ничто, вероятно, ну, или большинство, по крайней мере, авторов и составителей, ничто не царапает в этой лексической конструкции, где говорится, что вот Бог велел сделать плохое. Понятно, что таким образом рассказчик скорее всего неосознанно, скорее всего имплицитно возлагает ответственность за происходящее беззаконие на Бога. Но это не значит, что рассказ исторически достоверен и не значит, что Бог реально эту ответственность несет. Очень поучительный и важный момент. Как только читатель начинает относиться к Ветхому Завету, к Пяти книжу в частности, как к тексту, происшедшего в результате божественного диктанта, как к тексту, который не нуждается в изучении толкования, возникают неразрешимые нравственные проблемы. В апостольский век вопрос на самом деле решается довольно просто. В частности, апостол Павел говорит о покрывале лежащим на Ветхом Завете, который снимается только Христом. Что значат эти слова Павла? А вот то и значит, что зная Бога в Иисусе Христе, мы убеждены, что не Бог, которого никто не видел, а Иисус, который Сын Божий, в котором вся полнота Божества телесная. Вот Иисус такого сделать не мог. Представить себе Иисуса, который говорит «пойдите, наврите и украдите» невозможно. И тогда мы понимаем, что раз данное место в Ветхом Завете противоречит тому, что мы знаем о Боге благодаря воскресшему Иисусу, распятому и воскресшему Иисусу. Значит, дальше надо искать объяснение, почему, зачем, как это устроено, этот текст. Вот мы с вами видим, что действительно многие вещи приписывают Богу. почему и зачем есть несколько таких отличающихся нюансами ответов на этот вопрос. Во-первых, как мы уже с вами говорили, древние авторы допленной эпохи включительно, а то и несколько позже считают Бога единственным самостоятельным действующим лицом. И все, что происходит, все происходит по воле Бога. Ни о какой воле человека как будто бы речь не идет, хотя фараон противится вполне себе добровольно и не исполняет волю Божью, но и здесь рассказчики говорят, что это Господь ожесточил сердце фараона. О противнике Бога тоже, в общем, речь не идет в этих текстах, потому что, ну, то есть, нам трудно сказать, почему, но принято думать, что это связано с тем, что уж очень велик соблазн поклонения противнику Бога, ну, иной раз там, культ на высотах который так страстно и продолжительно обличали пророки предпленной эпохи, как раз таковым и был. Трудно приписать также подобного рода противления или нарушения Божьей заповеди или нечто еще не вписывающееся в здравую картину, приписать каким-нибудь еще там божествам. Заметьте, что вообще в Библии какие-нибудь там Осирисы, кто еще там какие-то ближневосточные всякие ваалы и прочие астарты не фигурируют в качестве действующих лиц. Речь идет о культе этих персонажей, но не о их реальности. Они не существуют как действующие лица. Вот и получается, что о свободе воли человека в общем речь еще не идет и зайдет она об этом существенно позже к пленной эпохе. Других акторов не предполагается, их нет, их нет. В лучшем случае это какие-то демонические начала, которые очевидным образом имеют подчиненное положение. Ну вот приходится. Это одно объяснение. Другое объяснение в общем в такой же степени психологическое примерно заключается в том, что совершая нечто очевидным образом предусудительное с точки зрения закона, с точки зрения нравственности, хотя бы в пределах Синайского Синайского откровения и не имея возможности сказать о том, что это было нарушение заповеди, на которое мы все пошли, закрыв глаза на нравственную сторону вопроса. Вот приписывают это Богу, это Он нам так повелел, мы бились там за святое дело и всех ограбили, пытали, изнасиловали и убили ради этого святого дела, якобы по Божьему повелению, потому что если нет, тогда за это надо отвечать. И это тоже очень на самом деле знакомая нам ситуация, потому что мы тоже очень склонны рассказывать, что лес рубит, щепки летят вот эту вот всю подлую и сатанинскую на самом деле чушь, и говоря о том, что мы конечно делали или делаем святое дело, да, с кровавыми по локоть руками, но нас это оправдывает. Во-первых, не оправдывает, а во-вторых, да, это совершенно ветхозаветный взгляд на вещи. Это Бог нам повелел. Вот поэтому, скорее всего, для того, чтобы снять с читателя и со всего коллективного героя повествования нравственную ответственность за исторически устойчивую информацию, да, за исторически устойчиво передающуюся предание о событии, ну вот, приписывают это Богу. Это еще раз повторю, очень распространенный в Ветхом Завете прием. И как только он возникает в практике христиан, как только мы тоже начинаем оправдывать какими-то высоко духовно-религиозными причинами свое собственное насилие, которое мы учиняем, это значит, что мы скатились в Ветхий Завет и учениками Иисуса из Назарета не являемся. Вот надо это тоже понимать. Не самое приятное наблюдение в тексте, ну, как говорится, из песни слова не выкинешь. Далее, во второй половине главы Моисей является фараону и говорит, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта. Вспомним, что вот это прохождение Бога через мир называют словом Песах, Пасха, прохождение. И Господь говорит, и когда я пройду среди тебя, когда я пройду среди Египта, умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона до первенца рабыни, и все первородное из скота. Впрочем, не исключено, что скот здесь для усиления поэтического звучания прибавлен, как, скажем, там в рассказе о покаянии Ниневии в книге Ионы. Но, тем не менее, от первенца фараона до первенца рабыни смерть младенцев, смерть первенцев – это действительно абсолютно ужасная, чудовищная трагедия, которая обрушивается на Египет. Обычно, если люди хотят объяснить, почему, каким был, так сказать, физиологический механизм этого явления, прибегают, как правило, к гипотезе о некой эпидемии, которая там может распространяться быстро и быть действительно вполне себе там смертельной для младенцев. Ну, может быть и так. По большому счету это не очень важно, а важно, что все предыдущие казни больше напоминали действительно экологические катастрофы и были в каком-то смысле не затрагивающие самое основание жизни фараона и египтян. А здесь бедствие обращено на самых беспомощных и на тех, кто, по крайней мере, гипотетически дороже всего для фараона и его народа. И не будет вопль великий, а у всех сынов Израилевых, как выражается здесь автор, даже пес не пошевелит языком своим ни на человека, ни на скот. У всех сынов Израилевых не будет этого великого бедствия, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Автор этого рассказа предлагает нам увидеть картину грубо говоря, где Бог или там вестник Божий с этой погибелью проверяет паспорт, смотрит пятый пункт, израильтянин свободен и египтянин умирает первенец. Ну, каким-то образом Бог делает различие. В чем это различие, здесь не обсуждается, здесь предполагается, что оно существует, оно Богу очевидно, и он действует, исходя из этого различия. Одних он любит и принимает, других не принимает, не призывает, заметьте, и вот обрушивает на них бедствия. На самом деле, следующий рассказ, другой рассказ об этих же событиях, дает нам возможность иначе взглянуть на то, как это различие становится очевидным, в чем оно заключается. И здесь же нет. После 20 века в целом все-таки даже если в наших головах и появляются мысли о некоем природном различии между этносами, мы считаем такого рода мысли глубоко неприличными и очень опасными. и не разрешаем себе думать в эту сторону. Для древнего автора по-видимому здесь не было такой проблемы. И да, и египтяне от неегиптян, евреи от неевреев отличаются неким очевидным образом и отличаются к ним божьи отношения. по счастью, надо сказать, что дальше мы увидим довольно внятное объяснение, гораздо менее гадкое с современной точки зрения вот этому факту. Тем не менее, Моисей говорит фараону, чтобы вы, египтяне, фараон, не израильтяне, чтобы вы знали, что Бог отличает израильтян от вас, вот ваши первенцы умрут, а первенцы израильтян не умрут. И продолжая обращаться к фараону, Моисей говорит, и все твои рабы, все египтяне, а и все рабы фараона, вот все придут ко мне и скажут, скорее уходите отсюда, выйди ты и весь народ твой, и тогда я выйду, говорит Моисей фараону. И выходит из зала для аудиенции в гневе. Ну, очевидно, здесь предполагается, что фараон там, значит, делает величественное лицо, как обычно, там, и очевидно, что он отказывает, и поэтому Моисей выходит с гневом. И Господь говорит ему, не послушал вас, фараон, чтобы умножились знамени мои, чудеса в земле египетской. Речь идет о том, что если бы фараон послушал, это было бы чудом божьим. Но фараон не послушал, и тогда совершается другое чудо, несопоставимо более трагичное. И далее последний, десятый стих одиннадцатой главы, подытоживает весь рассказ о египетских казнях, всю череду событий с чудесами, с отказами, казнями и бедствиями. Моисей и Аарон сделали в Сесии знамения и чудеса перед фараоном. В Сесии имеются в виду десять казней египетских, вернее, предыдущие девять. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил снов Израилевых. И на этом данный автор заканчивает свой рассказ. Либо, что тоже возможно, редактор считает нужным здесь этот рассказ прервать и перейти к другому, который начинается в следующей главе, и который в общем совсем другой точки зрения рассматривает происходящее событие. Редактор субтитров